Добрый день друзья и подписчики канала Гриша из Близбин Австралии с очередным видео и все ведется без монтажа без редактирования и говорим только о правде сегодня я хочу поговорить о питании но обычно я говорю когда о питании говорю я выбираю какую-то одну тему и развиваю сегодня абсолютно я скажем так не подготовлен в плане того что у меня нет темы разговора но за последнюю неделю очень много комментариев очень много отдельной почты пришло ко мне и люди задают мне вопросы и я начинаю понимать что скорее всего та планка которую я беру чтобы объяснить что хорошо что плохо это немножко больше чем нужно дать как бы информацию людям которые начинают либо с нуля либо никогда не задумались над питанием либо хотят что-то сделать и скажем так сохранять свои изменения я люди которые на моем канале довольно таки долго и люди которые знают меня понимают что я противник диет давайте разбираться почему диеты не работают это просто я я коротко сейчас расскажу те в том что диета само по себе это ограничение чего-то когда человек себя ограничивает первое что идет ощущение что чего-то не хватает и в какой-то момент когда-то нехватка увеличивается увеличивается увеличится психологически человек срывается и начинает делать то чему ему не хватает и в принципе получается так что диета проходит куда короткое время а этот срыв сохраняется надолго и как результат почти любой диеты я сажусь результатом не через неделю через две как люди говорят вот я начал диету этом сбросу пять килограмм это еще ничего не означает об этом поговорим попозже я когда говорю о диете это допустим когда вы начали когда вы закончили и был какой-то результат и скорее всего это нужно мерить даже не месяцами а годами вот я не знаю ни одну диету во первых которая была как как я называю правильная дело в том что где-то сама по себе подразумевает дело это не делай вот это и никто не хочет объяснить почему это работает для меня для тебя тоже должно быть работать это самый большой аргумент который я слышал то есть мы отбрасываем диеты в сторону да не нужно себя ограничивать в правильном питании правильное питание если вы ограничите себя в правильном и убирайте неправильное это не диета это стиль жизни где-то тогда вы себе не разрешаете кушать какие-то части питания которые являются правильным с диетами думаю мы закончили это убираем в сторону давайте подумаем следующее сбрасывать килограммы до люди начинают как бы избегать сахара до избегать жира избегать того избегать всего и многие люди когда я останавливаюсь прошу а почему какая проблема допустим в жире ну как жирная пища делать на жирными сразу говорю это самый большой миф который не существует жирная пища не делать на жирными нету механизма в организме который берет жир в форме которого потреблять и сохраняет как жир нету такого жир сохраняется одним способом это разбитие глюкозой инсулином и сохранение как жиром даже если вы будете кушать много жира и вы переедите будет механизм который будет выбрасывать расщеплять жир и потом в конце концов выйдет глюкоза и вот это глюкоза будет сохраняться как же нету механизма в организме сохраняя жир как же поэтому все вот эти вот мало жировые диеты они только неправильные они опасны и потому что и у нас очень много иммунитета нервной системы и даже головной мозг работают на на жире нужен нам жир почему допустим врачи говорят пейте рыбий жир до рыбий жир жир если бы жир был бы так плохо да зачем врачи бы это это говорили я опять-таки не врачах я я совершенно другом допустим грубо говоря оливковое масло оливковое масло это жир почему его хорошо добавлять салат почему допустим низко нельзя сказать это жир до жир плохо то есть и вот вот такой образ мышления я как бы мой канал он создан для того чтобы давать людям думать и принимать решение самим за себя не давать информацию которая делать так и будет все правильно задача канала рассказать что работает что не работает и почему зная почему вы сможете принимать свои собственные решения далее продвигаемся сахар люди говорят ну вот я этом перестал сахар братья там этот вот кушает мед я уже делал видео на эту тему до меда да не сахар это основном фруктоза но если вы заботитесь о здоровье ничего меня отшила на мыло если вы понимаете что делает сахар в организме вы поймете что будет делать фруктозы в организме если вы себя заставляете не использовать одно удовольствие переходе на другое которого считаете уши она не лучше это означает что либо не хватает информации либо информация неверно да итак давайте начнем сначала я не буду говорить именно о продуктах и потреблять не потреблять наша пища разделяется на три компонента белки жиры и углеводы углеводы это единственный компонент который не нужен для выживания исторически фактически все углеводы были переполнены клетчаткой клетчатка не усваивается организмом и таким образом грубо говоря если у вас 20 грамм углевода в каком-то хорошем питании да и из них 15 грамм клетчатки у вас потребление чистого чистого углеводов это 5 грамм из того что они в клетчатке это будет очень медленно выходить перевариваются и выходить в кровяной поток и будет использоваться в основном на глюкозу которая будет идти в мышцы для поддерживания жизни они в кровь где она будет циркулировать уже клетки не воспринимаю да и вызывать инсулин который будет сохранять как жир да то есть те углеводы которые у нас сейчас современном мире 95 процентов из них не имеет никакой ценности для питания а те которые имеют даже вот если вы скажете а что с овощами и фруктами я уже сделал видео на эту тему скорее всего этот вот буду поставлю линк внизу где в том что очень много у нас овощей и фрукты выращивается на пестицидах на всяких химикатах и на всем остальном и сейчас очень много овощей выращиваться вообще без почвы таким называемым гидрофонным способом все делается для потребителя овощи должны быть красивые фрукты должны быть красивые никто не хочет покупать уродливые фигуристые допустим овощи и фрукты да это все генетически модифицировано то что мы получаем употреблять их очень маленькая более того разновидность потребления овощей и фруктов 100-200 лет назад было допустим на 50 на 100 разных видов на человека сейчас допустим вы делаете салат что салате помидоры огурцы на редиска шпинат сколько у вас разности этих всех этих вот овощей и фруктов в день даже если допустим 10 разных употреблять и каждый день в принципе одно и то же все что употребляете употребляйте для кишечника для микробов которые там и если микробов не кормит разным они тренируются и плохие микробы повреждают хорошие микробы таким образом на желудок портится поэтому идея правильного питания не кушать конкретную пищу а понимать что вы кушаете как вы кушаете когда вы кушаете и для чего вы кушаете да то есть это видео не не сделано для того чтобы научить вас как потерять вес не очень на того чтобы кушать но понимать что если вы хотите что-то изменить не нужно слушать кого-то кто говорит манная каша утром хорошо полезно как полезно почему полезно что в манная каша я не буду как бы это сейчас не обманной каши я хочу чтобы вы видели дальше чем допустим какой-то не знаю определенный продукт я не знаю какие у людей цели которые говорят допустим овсяная каша хорошим манная каша хорошо да то что я призываю ли делать это либо в принципе не обращать внимание на все что находится вокруг и просто жить жизнью такой как есть и в принципе тенденция заболевать раньше заболевать на дольше заболевать больше и быть более больным или же обращать внимание на какую выбор вас из данный момент это очень маленькие усилия с очень большим результатом и также допустим грубо говоря когда вы кушаете сколько кушаете что вы кушаете очень много будет влиять и на сон и на вашу физическую активность на все остальное то всегда по большому счету составляет от 70 до 90 процентов как на себя чувствуете как вы себя ведете особенно у детей уже было доказано последними исследованиями что из-за неимоверного количества фруктозы в овощах не в овощах и фрукта и продукта которые дети употребляют поведение детей гораздо ухудшилось дети не стали у нас хуже просто организм не приспособлен генетически переработки такого количества фруктоза подумайте что кушают дети только они начали кушать до закончили с грудное молоко мы дадим им пюре и йогурты где мы это все берем магазинах все эти пюре без клетчатки полная фруктоза да эти все йогурты если вы считаете йогурты хорошая бактерия это не те йогурты которые употребляют дети йогурт из хорошей бактерии от эти йогурты которые без подсводителей без за без ничего в которых как минимум три четыре разные бактерии которые без добавок абсолютно что в детских йогуртах куча фруктоза куча добавок куча стабилизаторов детям же должно быть вкусно да мы губер здоровья сейчас гораздо больше самого рождения и мы продолжаем потому что все же удобно все вкусно я также объяснял недавно допустим я разговариваю с человеком и мы говорили о вкусах да есть два в основном типа вкуса да то есть пища на сама в основном она безвкусная есть специи а есть химикаты которые дают на вкус если вы готовите на специях на хороших правильных специях и еда у вас правильно она будет и вкусная и полезная нет ничего более полезного чем количество специй к чему мы привыкли мы привыкли к вкусовым добавкам вкусовые добавки везде если вы считаете что они незаконно и допустим мс дебу мс дебу а вкусовая добавка которая стала незаконным не знаю 5 10 15 лет назад в разных странах по-разному ее просто по-другому назвали это молекула которая добавляется в пищу которая идет пищу абсолютно безвкусной вкусной она идет на уровне когда это идет сразу в головной мозг и дает ему понять что то что вы едите это уток вот такой вот вкус ведь если когда-нибудь попробовали взять вот это одноминутный вермишель да и не добавить туда ничего у нее же никакого вкуса абсолютно нету у нее это ни вкуса ни полезности ничего в ней глютен это этот вот в принципе полный раздражитель системы и также мне этот вот так называемые растительные жиры которые абсолютно я да и также вкусовая добавка которая влияет на мозг который идет дает нам допамин это искусственный гормон хорошего ощущения дать вкусовую добавку вы покушали организмом и не дали ни энергию не минералов не витаминов ничего и вот этот канал мой весь об этом чтобы потихоньку видео за видео пытаться дать людям маленькую информацию не что делать правильно да а где что брать как что работает и как-то со все составлять то есть я не диетолог и не буду допустим составлять людям диеты и и говоришь что кушать я не врач я не могу лечить болезни да но человек который читает последние исследования и пытается понять какие у нас есть выборы из того что у нас есть а если мы не делаем этот выбор какие результаты этого всего и идея этого канала вся пытаться помочь людям вокруг у которых нет они времени не желание читать то на что он не громаднейший интерес не вдаваясь не в биологию не в химии него все остальное если вам понравился канал если если вы не подписаны пожалуйста подписывайтесь ставьте лайк нажимаем на колокольчик и дайте мне знать что интересно для вашей жизни для ваша здорово чтобы я еще рассказал я пытаюсь не видеть драться ни в какие особенности ничего чтобы делать этот канал более доступным более понятным но если что-то более вы хотите чтобы я сфокусировался на чем-то пожалуйста дайте мне знать комментариях и обязательно сниму на эту тему видео большое спасибо за просмотр Гриша из Брисбина